Говоря о женщинах моего детства, лучше всего я помню ароматы их духов. Женщины уходили, а аромат еще чувствовался. Я всегда рассматривал их, восхищался их силуэтами. Как и все мальчики в моем возрасте, я был очарован элегантностью. Но я бы очень удивился, если бы кто-то мне сказал однажды, что я стану законодателем моды. Он будто бы делился на две разные, абсолютно противоположные друг другу части. Первая – это тысяча человек, платье, фотографии в прессе и порой некая мини-революция. Он дизайнер, родившийся всего в 1947 году. Вторая часть – это застенчивый парень, который любит интимные встречи верных друзей. Он ненавидит шум, мирскую суету и слишком резкие перемены. Второй – он родился 21 января 1905 года. И эти две части соединяет воедино Кристиан Диор. Всем привет, с вами Юлия, я создатель бренда Julia F. И вы смотрите мое новое видео об одном из великих дизайнеров Кристиане Диоре. На сегодня всем известна эта фамилия и его наследие – модный дом имени Диор. Однако известным дизайнером он стал лишь 42 года. А звезды предрекли ему всего 10 лет побыть на этом посту, зато знаменитым и востребованным. Я не зря сказала звезды, потому что Кристиан, как никто, верил в различные предсказания. У него даже была личная гадалка, с которой он советовался постоянно, особенно перед важными событиями. Он доверял ей всегда и ослушался лишь один раз. И эта ошибка была ценой в жизни. Прежде чем вы продолжите просмотр, прошу вас поставить лайк этому видео и подписаться на канал, потому что я каждый раз стараюсь делать контент лучше и интереснее, а ваша реакция дает мне уверенность в том, что я двигаюсь в нужном направлении. Кристиан Диор родился в буржуазной семье и гордился этим. Он всегда предпочитал солидные и прочные вещи, похожие на те, которые так любили норманы. Дом, в котором он жил в детстве, по словам Кристиана, выглядел просто ужасно. Однако воспоминания об этом доме самые нежные и чудесные. Он обязан своей жизнью и своим стилем, его архитектуре и расположению. Дом был выкрашен в нежно-розовый цвет с оттенками серого. Именно к этому сочетанию цветов он постоянно прибегает при создании новых тенденций. Его дом возвышался над морем. Тут властвовала стихия, как будто предсказывая ему, как сложится впоследствии его жизнь. Она не была спокойной. Стены от сада защищали их от непогоды, не более чем забота отца защищала их от трудностей жизни. Морис Диор, отец Кристиана, вместе со своим двоюродным братом Люсиеном Диором, будущим членом парламента и министром, взял на себя руководство химического завода, специализирующегося на удобрениях, основанный в 1832 году Луи-Жаном Диором. Он находился в Сен-Николя, недалеко от Гранвиля. Луи-Жан Диор стал одним из первых европейцев, у которого возникла идея импортировать гуана из Чили. Предки Кристиана были норманами, не считая капли изысканности Анжу, которая была привнесена мамой. Мадлен Мартен была дочерью юриста из Анже. В возрасте 19 лет она вышла замуж за 26-летнего Мориса. Пара переехала в центр Гранвиля, в департамент Манш, где вырос Морис Диор. У них было пятеро детей – Раймонд, Кристиан, Жаклин, Бернар и Женет, известные как Катрин. В 1905 году, чтобы удовлетворить Мадлен, которой не нравился дом в центре города, семья Диор приобрела недвижимость все еще в Гранвиле, но на краю скалы с видом на море. Эта продуваемая всеми ветрами вилла называлась Леронг в честь 32 частей розы ветров. К дому принадлежал большой участок земли, который Мадлен Диор превратила в сад в южном стиле, преодолевая враждебность ветров, тующих с моря и врывающих нежные растения. Собственно, тот самый завод с химикатами под маркой Диор находился неподалеку в Дионвилле, и когда ветер дул с той стороны, местные жители шутили. Диор развонялся. Кристиан частенько слышал это от соседей и с детства возненавидел отвратительные запахи. Это в будущем повлияло на то, что сын не захотел идти по стопам отца. На севере Франции в то время была мода на английские вещи, и согласно той системе воспитания, ребенок до пяти лет воспитывается исключительно матерью, а после его начинает воспитывать мужчина. Мадлен Диор привила сыну любовь к цветам, и в возрасте пяти лет, когда Кристиан еще особо не умел читать и писать, он уже знал название всех цветов в саду. Эта любовь к цветам преследовала Кристиана всю жизнь. У него была идея воссоздать сад своего детства в каждом месте, где он жил, а также воссоздать не просто великолепную женщину в модном платье Диор, а женщину цветок. В возрасте 14 лет юному Кристиану на ярмарке гадали по ладони. Гадалка предсказала, что его судьба будет тесно связана с женщинами, и благодаря им его карьера будет успешной. Еще одна деталь – он, вероятно, будет много путешествовать. Была ли Хироман действительно талантливой или просто позволила мальчику помечтать – неизвестно. Однако пророчество сбылось. В 1910 году, воспользовавшись доходами от компании Морриса Диора, имевшей большой успех, семья переехала в Париж. Мадлен Диор проявила себя как хозяйка дома и женщина со вкусом, оформив квартиру в модном в то время стиле Людовика XVI. Эта домашняя обстановка в будущем повлияла, как известно, на стиль в интерьере собственного дома мод Кристиана, который он откроет в 1946 году. Ну, а пока ему 15 лет. Кристиан был рад, что живет в Париже в последние годы эпохи Лабель. Он их запомнил на всю жизнь. Он их помнил, как времена, наполненные счастьем, изобилием и миром, в котором все делалось ради самой жизни. Казалось, будущее всем может принести еще большее удовлетворение. Люди новой послевоенной эпохи считали, что все началось с нее. Им тогда было по 15 лет, и они тоже в это верили. Официально Кристиан должен был сдавать экзамены на получение степени бакалавра. Уже тогда его окружали любители музыки, живописи, литературы, всего того, что выражало стиль нового искусства. Ему ничего не оставалось, как исследовать все закоулки нового Парижа. Он отличался космополитизмом и умом. Они были рады тому, что живут в эти замечательные 20-е. Он очень любил архитектуру и сказал своей семье, что хочет изучить искусство. Это был вызов. Ты не должен вращаться в кругах богемы. Но они ошибались. Потому что одухотворящая атмосфера повлияла на формирование вкуса Кристиана. Также здесь он нашел много друзей, которые были с ним до конца его жизни. Вскоре он познакомился с художником Кристианом Бираром. Кристиан покупал много этюдов и вдохновенных картин Бирара и развешивал на стенах в своей комнате. В те времена дружба была священным словом. В то время все были сплоченными. Все художники, все друзья. Выпросив деньги у отца, Кристиан открывает свою галерею вместе со своим другом Жаком Банджаном. Взамен пообещав, что фамилия Диор не будет фигурировать нигде. Мы намеревались, говорит Кристиан, устраивать там выставки, посвященные мастерам, которыми мы больше всего восхищались. Пикассо, Брак, Матис, Тюфи. А также художникам, которых мы знали лично и уже высоко ценили. Кристиан Бирар, Сальвадор Дали, Макс Жаков, братья Берман. Семья Диор прошла классический цикл развития. Сначала были основатели, затем предприниматели, а потом пришли другие художники. Художники приходят в конце. После нескольких поколений воспитанных идеально, появляются люди, которые больше интересуются искусством, нежели бизнесом. Когда такой момент наступает, становится понятно. Это нечто вроде раскола между теми, кто приемлет дух торговли и буржуазной традиции, и теми, кто представляет собой последний цвет семьи. И, конечно, Кристиан Диор был самым красивым цветком семьи. Однажды в доме Диоров со стены сорвалось зеркало и разбилось в бревески. Суеверный Кристиан понял быть беде. К несчастью, неудачи вошли в их счастливую, не знающую невзгод семью. В 1930 году Бернар, младший брат, заболел серьезным нервным расстройством. Его мама, которую он просто обожал, несомненно утомленная тем, что происходило с ее сыном, умерла в следующем году. В начале 1931 года его отец, который вложил все свои деньги в операции с недвижимостью, потерпел полный крах за несколько дней. В 1934-1935 годах Кристиан находился на дне. Его семья была разрушена, а он серьезно заболел туберкулезом. У него не было ни гроша, и все его друзья находились в таком же плачевном положении. Но все те же самые друзья, с которыми он сошелся в 20-е годы, достали для него деньги, чтобы он поехал на лечебный курорт Фон Роме, а потом на Бальярские острова, где смог бы восстановить здоровье после болезни. Несмотря на кризис, который все переживали, друзья дали деньги, чтобы помочь Кристиану. Вот так они и любили его. И эти же самые друзья, когда он вернулся в Париж, сказали ему, «Давай, рисуй для Фигаро, мы подыщем тебе что-нибудь. Ты же умеешь рисовать, так почему же тебе не публиковать наравне с Рене Греул?» Искусство было смыслом жизни Кристиана Диора. Когда у его родителей были деньги, благодаря своим художественным способностям он рисовал для журналов мод и постепенно входил в мир моды. Кристиан никогда не разочаровывал, никогда не исчезал в момент, когда ты в нем больше всего нуждаешься. Кристиан совмещал в себе два качества, которые редко встречаются в одном человеке. Он был постоянен в своих привязанностях и талантлив. Когда его семья сомневалась в нем, когда он был серьезно болен или когда у него не было денег, его друзья были готовы спасти его самого, его здоровье и его успех. Несмотря на то, что его модели шляп пользовались успехом, Кристиан решил специализироваться на одежде. И в 1938 году он был замечен модельером Робером Пеге. Пеге попросил Кристиана работать с ним в качестве ассистента. Теперь он мог подробно научиться тому, как воплощать свои идеи в жизнь. Под руководством Робера Пеге он научился упрощать, а это очень важно. Он интересовался пропорциями превыше всего. Робера смешили поиски Кристиана академического дизайна. Пеге учил Кристиана тому, что элегантность – это всегда простота. В 1939 году Кристиана Диора призывают на военную службу. В армии он побыл всего несколько месяцев, вернулся, однако уже не к Пеге. Возможно, потому что Пеге был из нейтральной страны Швейцарии, не мог продолжать свой бизнес, а возможно, он хотел другой позиции. Париж был оккупирован с 1940 года, стиль очень резко поменялся. Кристиан нашел себе новую работу. И во время оккупации поступил королю моды того времени – Люсьену Ле Лонгу. Если Роберт Пеге выступал за элегантность, то Люсьен Ле Лонг представлял собой традиции. Именно в его огромном доме мод, где в студиях работает большое количество людей, Кристиан разделил ответственность с творческим отделом Пьера Бальмана. Но Бальман рассматривал это только как шаг. Он уже мечтал о доме моды, который однажды создаст и который будет носить его имя. Он поощрял Диоре такие же мечтания и частенько повторял. Кристиан Диор – хорошее имя для модельера. Карьера Кристиана в мире моды шла в гору, но весной 1944 года он быстро опускается на землю. Диор узнает, что его сестра Катрин была осуждена как участница сопротивления во Франции и депортирована в Ревенсбрюк. Кристиан поднимает на ноги всех, кого только можно, чтобы спасти сестру, но ничего не получается. Случайно он останавливается перед вывеской «Мадам де Лаэ», «Астрология», «Хиромантия», «Карты Таро». Он зашел внутрь и оказался в душной полутемной комнатке, заваленной различными диковинными штуками. Вдруг из глубины раздался хрипловатый голос. «Рада тебя видеть, Кристиан». Он вздрогнул, вдруг живо вспомнилась гранвильская цыганка. Суховатая старушка сказала «Я тебя знаю, но через три года тебя будет знать весь мир». «А за сестру не волнуйся, она жива и скоро вернется». Гадалка не обманула, Катрин вскоре удалось освободить. С тех пор его визиты к «Мадам де Лаэ» сделались регулярными. Принято говорить, что модный бренд «Диор» берет свое начало в 1946 году. Однако уже в 1942-м Кристиан открыл свою парфюмерную лабораторию, выросшую впоследствии фирму «Кристиан Диор Парфюм». Возможно, в то военное смутное время он понимал, что регистрация брендов дешевая и не хотел упускать такую возможность. Как результат, он зарегистрировал свое предприятие. И позже, когда придет к Бусаку, у него уже будет на руках контракт на существующий бренд. Вернемся в мастерскую месье Ле Лонга. Как-то Пьер Бальман предложил Кристиану Диору вместе уйти от Ле Лонга и открыть свой дом-мод по окончании войны под именем Бальман Диор. Но в какой-то момент Бальман нашел спонсора и втиху открыл свой собственный дом-мод. Кристиан, в свою очередь, не зная о поступке Пьера, уходит от Люсьены Ле Лонга и, увы, остается одиноким и безработным. Судьба в прямом смысле поставила его на колени. Удрученный Кристиан шел по улицам Парижа. В какой-то момент земля ушла из-под ног, и он падает на колени, поскользнувшись на металлической звезде. В этой ржавой пятиконечной звезде он увидел хороший знак. Поднимает глаза, а ему навстречу идет старый знакомый Марсель Бусак, друг детства Кристиана Диора. Они давно не виделись. Кристиан знал, что карьера его друга пошла в кору, Марсель стал текстильным магнатом, у него появилась известная фабрика шерстяных тканей, и его дела весьма хороши. Кристиан, ответив на приветствие, признался, что его дела, напротив, не так прекрасны. То он ушел от Лилонга, перспектив никакие, Бальман открыл дом без него, и о том, что он, наконец, хотел бы открыть свой собственный дом, чтобы шить для женщин шерстяные платья. Бусак внимательно выслушал своего друга, а в голове промелькнула мысль об огромном количестве непроданной шерстяной ткани на своем складе. Какая удача! Производитель с огромным количеством тканей и молодой, талантливый кутюрье, который хотел бы работать с этим неликвидным материалом и создавать шедевры. У Марселя Бусака уже был дом-мод. Он назывался Филипп и Гастон. Филипп и Гастон обанкротились, но остались манекены, закроченные столы. Марсель предложил Диору воскресить разорившийся модный дом. Диор, посоветовавшись с мадам Делайе, со своей гадалкой, отказал. Вместо этого он настоял на том, чтобы открыть абсолютно новый бренд. Совет гадалки оказался верным. И в самом конце 1946 года на Авене Монтей в Паридже Кристиан Диор открыл свой собственный модный дом. Начались реставрационные работы в новом доме во вкусе Диора. А он любил только один период в истории Франции. Стиль Мариэн Туанетты, жены Людовика XVI. Именно в таком стиле мать Кристиана Мадлен украшала квартиру в Париже, в которую они все семьей переехали из Гранвиля в 1910 году. Именно поэтому все кресла в доме Кристиана Диора имеют овальные спинки, всегда белую древесину и серую репсовую обивку. Серый, белый и черный – его любимые цвета. Когда Диор запустил свою линию «Король» весной 1947 года, американцы перевели ее название как «Новый взгляд» – «Нью Лук». Говорили о перевороте, историческом достижении, революции. Революции? Нет, это было просто возвращение к норме и хорошему вкусу. Люди отошли от времен войны, когда солдатская форма делала женские плечи квадратными, как у боксеров. Кристиан рисовал женщин, похожих на цветы, с мягкой линией плеч, большой грудью, осиной талией. Стиль, который крестили новым, был ничем иным, как искреннее и естественное выражение моды, которое он всегда хотел добиться. Просто получилось так, что его личные переживания совпали с переживаниями того времени. В результате это стало чем-то вроде приказов для мира моды. Люди всегда забывают о том, что после войны некоторое время длится весьма болезненный период, и только потом все начинается сначала. А тут, рядом, творит Диор, создавая длинные юбки, в то время как еще действовала рациональная система использования материалов. Сразу же это назвали новым взглядом, который произвел революцию, изумил иностранцев. Его сразу полюбила толпа, а даже немного возненавидела, какие все новые сильные идеи. Но месье Диор преуспел. Жизнь изменилась. Женщины изменились. Мода всегда связана с общественными изменениями. В послевоенное время был дефицит тканей. Долгое время было трудно достать хорошую ткань, как талоны на хлеб. И в то время, как были юбки до колена, появились более длинные, на сантиметров 30. Стало очевидно, что затраты ткани увеличились на 30%, в то время, как наблюдался дефицит в стране. Существовал открытый запрет на покупку. Общество высмеивало тех немногих женщин, которые осмеливались купить и носить такие юбки. Это выглядело провокационно. И однажды в районе Пегаль в Париже произошло столкновение. Учитывая нищету, вызванную войной, модельер осмеливался создавать платья, которые были ужасно дорогими и очень сильно отличались от остальных. Люди были в шоке. А Кристиан всего лишь хотел показать, что сразу после войны реально совмещать ностальгирующий стиль эпохи Лабель с современными особенностями стиля вне человека, вне места и времени. Но почитателей платьев Диора было гораздо больше, даже скорее почитательниц, которые хотели устроить свою личную жизнь. После войны было огромное количество женщин, а мужчин осталось мало. И они обращали свое внимание на действительно женственных дам. Конкуренция. Талия, которую диктовал Диор 47 сантиметров, была вполне уместна для дам, которые много лет сидели на диете не по своей воле. Но и грудь также была небольшой. А Кристиан создавал такие формы, которые вырисовывали грудь и бедра специальными накладками и подушечками. К слову, этот подход не привлекал Коко Шанель, которая с 1940 года не работала и до 54-го, 14 лет модой не занималась. О Диоре она говорила, он не одевает женщин, он их набивает. Создавая свои модели, Диор использовал большие объемы подъюбников, которые пришлись не по вкусу и домохозяйкам. Известны фотографии во многих газетах и журналах, где домохозяйки разрывают платья прямо на манекенщицах от того, что им обидно, что они носят такие дорогие платья таким количеством тканей. Чтобы выйти победителем из войны ножниц, в которую Кристиан ввязался, ему нужен был первоклассный персонал. Рэймонд Зинакер, его правая рука, идеально дополняла его самого. Она помогала добиваться того качества, которое Диор сам бы не достиг. Она помогала выжить в мире моды, где он пока еще был новичком. Диору как раз нужен был посредник между его собственной студией мечты и мастерскими. С годами мадам Маргарет стала частью его, его парным, если так можно сказать. Мир может рухнуть, пока она работает, а она этого даже и не заметит. Мадам Брикар принадлежала к той редкой породе людей, которые делают элегантность смыслом своего существования. Такая целеустремленная натура, впадающая в крайности, могла сбалансировать слишком умеренный темперамент крестьяна, который он унаследовал от своих нормандских предков. Во время шоу и продаж на помощь его врожденной нормандской натуре приходила его подруга детства Сьюзан Дюлинг. Днем и ночью у нее хорошее настроение. Она заряжала энтузиазмом продавцов и клиентов в равной степени. В 1946 году студия Дюра была такой маленькой, что приходилось работать даже на лестничной площадке. Архитекторы, декораторы, работники с персоналом и друзья все встречались на лестнице. И вскоре они уже начали нанимать первых манекенщиц. Вечером перед своей первой конференцией Кристиан боялся мысли о том, что ему предстоит показать миру то, что он создал. Полночь он шел по тротуару на Авеню Монталь, затем остановился, чтобы рассмотреть здание. Кристиан улыбнулся, делал знак рукой, указав на фазад, сказал «Если бы мама была жива, я бы никогда не осмелился». На следующий день его ждал триумф. Как Пирар однажды сказал Кристиану, все, что надо ему сделать, это превзойти самого себя дважды за год. Но Кристиану ничего не грозило. Он был таким человеком, которому чужда звездная болезнь. Она не угрожала ему. Ему льстило то, что его сейчас официально признали, что теперь все будет так, как он захочет. Все заявили, что у него хороший вкус. Успех же ему никогда не вскружил по голову. Диор не был публичным человеком. Он ненавидел общественное собрание. Куда его только не приглашали. Все хотели его заполучить, но он никуда не ходил. А напротив, хотел отгородиться от всего этого. Его жизни были две абсолютно разные стороны. Великий дизайнер Кристиан Диор со своими коллекциями и великолепной жизнью. Но его коллекции в прессе представляла Сьюзан Лиулин. Он никогда не встречался с прессой, он должен был. Но в любом случае, его коллекции выставлялись, несмотря ни на что. Каждый раз она имела огромный успех. Все хотели пообщаться с ним. Но в ответ на все это он просил Сьюзан организовать коктейльную вечеринку в своей квартире. Она принимала всех представителей мировой прессы за один вечер, а он даже и не появлялся. Он был полной противоположностью модельеру. Он никогда не жил жизнью модельера. Он никогда не хотел этого. Он бежал от этого. Кристиан Диор был революционером. Он первый ввел лицензирование и духи, на которые также распространялись модные тенденции. Он первым решил адаптировать свою коллекцию и приспособить ее к американскому рынку. То же самое он сделал и в Лондоне. Он был великим новатором. Диор задал тенд своим коллекциям. Весна, лето, осень, зима. Новая характерная особенность заключалась в том, что его мода менялась каждые полгода. Это значило, чтобы быть модным, надо было носить юбки ниже колена. Или платье с открытыми плечами. То, что было принято в этом сезоне. Он создал этот коммерческий новый ритм. Быть модельером – сложное ремесло. Кристиану приходилось каждые полгода создавать новую коллекцию, которая завоюет внимание публики. Коллекция принесла глушительный успех. А полгода спустя все начиналось сначала. Надо было все снести и построить заново. Это новое волнение, неуверенность. Кристиан мог работать только в спокойной и расслабляющей атмосфере. Он совершал короткие путешествия подальше от своей новой коллекции, чтобы освежить себя для создания новой. Во время этих каникул он рисует в своих блокнотах, на салфетках, на счете в ресторане. Ночью он просыпается и рисует, а после снова ложится спать. Его сны наполнены лыслями о платьях. В итоге он создает сотни эскизов за 2-3 дня, что становится основой его коллекции. Следующий шаг – передать эти эскизы в мастерские, чтобы они превратились в платье. Профессия архитектора очаровала Кристиана еще в детстве. Его отговорила семья, да и события повлияли на его решения. И в результате всего этого он пришел в мир моды выразить себя здесь. Когда он создавал платья, они были для Дёра предметом архитектуры, призванной прославлять пропорции женского тела. У Кристиана была сумасшедшая мечта после Первой мировой войны. «Я хочу снова увидеть ту одежду, которую носила моя мама». Первые духи мисс Диор выходят в декабре 1947 года. Кристиан Диор говорил, что никогда не мечтал создавать одежду, и в женщинах его восхищали в первую очередь наряды. В памяти оставался запах. Духи женщины гораздо более стойкие, чем сейчас. Воздух в лифте был наполнен ароматом еще долгое время. 26 апреля 1950 года в посольстве Франции в Лондоне Кристиан представляет свою коллекцию королеве Елизавете, королеве матери, ее дочери, принцессе Маргарет. В 1953 году была создана компания, которая производила обувь на заказ по дизайну Роже Вилье. 3 ноября 1954 года герцогиня Мальборо в присутствии принцессы Маргарет провела показ Кристиан Диор в Бленхимском дворце с целью собрать деньги для британского Красного Креста. В нем приняли участие более 1600 гостей, а имя модного дома обрело вес в глазах британской аристократии. В 1956 году мир увидел диориссимо, новый аромат, нотой сердца которого стал ландыш. Любимый цветок матери ландыш стал для знаменитого дизайнера-талисмана. В 1954 году он создал модную коллекцию вечерних платьев под названием «Ландыш», которая стала самой яркой в его творчестве. Перед каждым показом новой коллекции модельер испытывал сильное волнение. Ландыш в качестве талисмана на удачу зашивали в подол платья манекенщицам, которые выходили на подиум. Наверное, таким образом Кристиан указал, что он получает защиту и поддержку от любимой матери. Весной 1954 года дом Кристиан Диор достиг зрелого возраста и отпраздновал свой седьмой день рождения. Теперь он занимал пять зданий с 28 мастерскими, в доме работало более тысячи людей. Мельбурн, Австралия. Восемь филиалов и шесть дочерних предприятий работали под флагом Диора на пяти континентах. Гавана, Куба, Токио, Япония. Венеция, Италия. Прошло десять лет напряженной работы. Сто тысяч проданных нарядов, километры вышивки, тысячи эскизов, некогда веселый участник карнавалов, шарата и веселых розыгрышей превратился в усталого и вечно неуверенного в себе хозяина империи моды. Прислуга Диора носила белые перчатки, а поставщики продуктов должны были надевать специальные тапочки, чтобы не разбудить кутюрье, который спал на втором этаже. Из представителя богемы он превратился в буржуа. Но судьба готовила ему очередной сюрприз. Они встретились 13 марта 1956 года. Жак Бенита, марокканец еврейского происхождения, двадцатилетний певец, недавно приехавший завоевывать сцены Парижа. С момента знакомства они стали неразлучны. Жак никогда не использовал чувства Диора, в чем его подозревала госпожа Денакер. Он и сам был влюблен и принимал крестьяна таким, как он есть. Когда в Северной Африке начались военные конфликты и Жак был вынужден уехать из Франции, Диор организовал прощальный ужин. Первый раз в жизни он нарушил свои принципы абсолютной секретности, которые много лет соблюдал даже в компании друзей. Тоскуя перед неизбежной разлукой, крестьян за ужином держал Жака за руку. К счастью, через три недели тому удалось вернуться. 1957 год. У окна с тоской, глядя на витрину кондитерской на противоположной стороне улицы, невысокий, корпулентный мужчина думает о своем доме с садом на юге Франции, об аромате согретых солнцем растений и о человеке, которого любит больше всего на свете. Но нужно работать над новой коллекцией. В сентябре Кристиан решил поехать на курорт, отдохнуть и сбросить пару килограммов. Предсказательница Делое отговаривала его от этой поездки, но на сей раз он ее не послушал. Накануне перед отъездом Жак впервые позволил ему присутствовать на своем выступлении в Кабаре. «Когда я вернусь из Италии», — обещал восхищенный Диор по дороге домой. «Я помогу тебе сделать карьеру. Тебе больше ни о чем не надо будет беспокоиться. Вот увидишь, ты станешь знаменитым». И Диор от счастья начал танцевать прямо посреди Елисейских полей. На следующий день он сел на поезд и поехал в Италию. Но ему не суждено было вернуться в Париж, в Жаку. 24 октября Кристиан Диор умер от сердечного приступа, сидя в кресле на курорте Монте-Катини. Марсель Бусак предложил свой частный самолет, чтобы перевезти в Париж гроб с телом. Гроб оказался слишком большим для маленького самолета, и его пришлось поставить в вертикальном положении, как будто Диору и после смерти не суждено было отдохнуть. На похоронах присутствовали тысячи людей, а цветов было так много, что мэрия Парижа позволила их выложить на площади Этуаль. Кристиана Диора похоронили недалеко от дома, в котором он надеялся провести остаток жизни – в Шато-де-Ла-Коль-Нуар, в Монтаро, на юге Франции. Местный священник начал прощальную речь словами. Вы страдаете от горя, братья мои, но помните, Бог призвал Диора к себе, ибо теперь он должен одевать ангелов.